Встреча с дачи 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 сколько ждать вызова машины мы с квартиры 40 у нас тут он целый дом собрался давайте нам аварийку сюда косых она николаевна ну вот я звоню вам записывайте его 050 56 46 3 единицы запах газа у нас ну вот у нас подъезде запах газа на пи на первом этаже в третьем подъезде до понятно через сколько будет машина ну час-два люди все вот вышли на улицу все боятся что почему так а что вы хотите чтобы взорвался дом или как я не понимаю ну а как же вы конечно как же хорошо так вы если вы хорошо понимаю если вы за хорошо понимаете значит вы вышли те машины хорошо хорошо я завтра пойду горосполком хорошо 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 к вашему начальнику пойду пойду горосполком хорошо 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 уголовное дело на меня будет открывать зашли нет установили это одно установили это одно есть еще экономически обоснованные эти самые тариф оно все должно просчитываться и все должно быть экономически обоснованно нет конечно нет конечно значит значит ну передали туда в киев там утвердили все и хорошо так давайте собираться идемте туда до города канала и пускай они нам объясняют так давайте так давайте давайте пускай покажет ну у нас же времени нету все у нас же у всех нет времени уважаемых понимаете у нас тот на даче тот еще где-то тот еще один а у вас организатор председатель осб.б.б. не потому что вы вы сейчас отстаиваете интересы государства они стали не отстаиваете интересы жителей никополя ну что знаю я вам просто послушайте пожалуйста нет нет это неправильно значит у нас у нас в украине есть города равные по количеству жителей то бишь никополь павлоград там марганец это сам вот такие города можно сравнивать плюс удаленность заявление про мы отправим в генеральную прокуратуру отправим в этот самый в а потом посмотрим на реакцию не пошли перекрыть конечно нам полезно не ну понятно да да нет они тут нашли утечку я кодили проверяли я думала это проверка что тут они не нашли а у нас нашли утечку как они знают если званова проверят то у них хотят крутые проверить все эти я так понимаю без званова проверка считают что они и на двадцатьяне с вами нет да 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 хорошо хорошо и там снимайте там снимать мы не будем там прибором определить краткой решитель смазан там из чего вы взяли шанс смазан Мужчины, а ну скажите, если стоит пломба, что утечки не может быть? Не может. Если пломба так затестировали. А причем пломба-то утечки, вы скажите, пожалуйста, объясните нам, бестолковый. Пломба стоит, а утечка куда делась? Устранили метод обслуживания в руки крана. Крана разобралась, теперь там метод обслуживания, объясняли. Устранили метод обслуживания. Ребята, ну обычно, вы всегда как говорите, после шести или после пяти, когда все дома, вы приезжаете и делаете врус подключения. А вы сами займите. Мне надо на что-то оперенцию. Ну что, да ничего, не мая. Не мая, да ничего. Открывайте, да, на вас. Кран мы не откроем, потому что обещу не поставить. Нет, откуда значите. А вы вас не дадите. Вызывайте им кого-то, вызывайте, выживайте. Я вам объясняю. Подождите, если постык вы можете, я ставлю. Постык, вы на каждую гидридцию проверяете. Каждый прибор проверяете. Отдельность, каждый прибор и все проверяете. Бутовые, газовые, счетчики и все остальное. В ночное время, мы занимаемся. В ночное время, а вот за что вы ватт? А на что вы ватт? Не ошевать. Подождите, вы только что рекомендовали. Подождите, если тут нет газа, то что вы проверяете? Я вас не прошу, встать газ, я вас прошу проверить. Проверить, надо туда открывать кран и заполнять систему газов. А как вы сейчас проверяете? Вот, проверили прибор. Кран не перепускает, кран закрыт. На какой-то стояк? А зачем вы тут что-то проверили? Нас спросили весь подъезд. Все, мы обязаны проверить. Если тут нет газа, то что вы проверяете? А вот этот человек, если вы не понимаете в этом, он вообще отрубает, а с нее разводка идет. На каждой стояке. На трех стояках. Это сейчас в объезде. Конечно. Только в трех комнатной. Ну так, поверьте дальше по стояку. Мы не имеем права это делать в ночное время. Все работы проводятся с видовой действием. Боже, мы вас заждаем. Да еще не вечер. Будешь быть. Саша, вы пришли. Оперативный вопрос. Познавительство присутствует. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы на вызов чей приехали? Ну, в Варжи же. Нет, ну, в Варжи же. Аварийка вызывала? Горгаз вызывал? Да. Ну. 85 дробь 2. Да. Да, кто вызывал? Нас заблокировали. Вот, я мастер отдаю. Подождите. Подождите. Да подождите. Да помолчите. Да помолчите, пожалуйста. Вы раньше еще были. Я вызвал вас в 9 часов вечера. Вот, все слышите, да? Так вот, по вызову Горгаза вы почему-то приехали. А по вызову жителей и депутата вы не приехали. Господа. Как не принято. Уточнять? Я вам пока... Нет, вы не поняли. Нам подождали до Горгаза сюда. А вам был вызов дежурной части. Я вам покажу. Вы, Игорь Газа... Я вам покажу. Так вот, вы сами сейчас подтвердили. Мы приехали по вызову Горгаза. Вот смотрите, сколько слышно. Тут афиксировано. Я вам показываю, во сколько я возглазал машину. Уточню у дежурного. Нас отправили на адрес. У меня есть... Это не еще обояснение. У меня есть это самое. Сколько давно это было? Ну хорошо. Мы обслуживали кражу. Не, а когда вам позвонили? Не, а когда вам позвонили? Поскольку позвонили? Сколько сейчас время? 11. 11. 11 часов. Два часа ехала. Смотрите. В 21.40 я вызывал наряд. У меня вот... Никто ничего не знает. Ну если утечка ехала... Давайте выясняйте. Звоню в 24. Там утечка газа. Ну позвольте. Если утечка газа в подъезде, приезжает аварийка, устраняет и не устраняет. Или какое-то объявление. А вы сотрудников газа, где вы как застали, как устретили? Вызвали аварийную вкупу. Подождите, я все по порядку расскажу. Я говорю, позвольте. Если это в подъезде утечка, она мне невразумительно ничего не смогла ответить. Я позвонила депутату своему. Ну мы вышли здесь встретиться, вышел здесь подъезд, вышел этот дом, вышел этот дом. В общем, кто не звонил, утечка газа. Где утечка газа? Если это подъезд, это устраняет имидж. Они приезжают, устранили и уехали. Почему они в таком случае, если утечка была в подъезде, почему они опломбировали стоянку? Никто ничего не объяснял. Так без вопроса в том, что никто никакого объявления не написал. Значит, вышли сюда. Женщина вышла с того подъезда, говорит, у нас утечка. Вызываем, они долго не ехали и не верили. Приехали, проверили, действительно, в четвертом, в третьем подъезде утечка газа. Вот они сейчас устранили. Мы попросили здесь проверить утечку газу на подъезде. Утечки здесь никакой нет. Почему оплабировался стоянку? Жильцы не знают, по какой причине. Объявления никакого нет. Когда включат, когда отключили. По какой причине отключили. Мы ничего этого не знаем. До сих пор. А машина три часа дня пройдет? Объясняет. Еще звонили несколько раз к диспетчеру. Вот, возможно, где-то в квартире. Как они определились? В квартире никто не был из той службы, что была оплабировала. Никто оплабировала. Мы собрали всех жильцов всего стояка. Никто не стучал, не приходил, не звонил. Были дома на первом этаже. На втором этаже. Говорит, никто к нам не подходил, не стучал, не звонил. На каком основании? Аплабировали и уехали. Не понятно. Абсолютно. И до сих пор не знают, вот, уже утром звоните. Утром опять уйдут люди на работу. Должно быть объявления какое-то. Они пять минут, я видела, они пять минут заехали. Остановили, два человека вышло. Зашли в подъезд. И через пять минут вышли. Получается, это террористы, натуральные. Была машина, аварийная машина. Он видел, Сережа видел. Машина вот там встала за углом, за домом. Они вышли, зашли, оплабировали. А вот как вы, вот, они мобильные. Какие? Вы вызвали, потому что в этом подъезде воняло. Вы вызвали. Они приехали, да, определили. По поводу вашего подъезда не оплабировали, да? Да, но дело в том, дело в том, что диспетчер объяснила, что... Еще... Еще обвиняла, что... Диспетчер объяснила. Милицию заявок слышала. Это четвертый, допустим. Да, на подъезде. Не помню, что они выберут. А, как бы, на третьих нет, что они выберут. У него рови маленького. Что воняет, я же, по-нашему, 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 по-нашему. Саша, помолчи, пожалуйста. Я мастер. Выполняю заявки, которые поступают на рейс-класс. Я не знаю, сколько там. Я непосредственно выезжаю до устранения. Поступила заявка, мы уехали, устраняю. Что здесь... Заявка была на третий подъезд, да? Да, на третий подъезд. Люди нас попросили проверить четвертый. Мы много. Провели на четвертый подъезд. У точки газа не обнаружено, кран не открыт. Что там, какая служба проводила работа, я не понял. По-видимому, если кран закрыт, он не даром закрыт. Значит, по этому стойку где-то может быть утечка. Но вы его не обнаружили. Вы проверяли это стоять или нет? Кран закрыт. А, то есть вы не проверяли, да? Ну, слушайте, кран закрыт, утечки на кране нет, но кран перекрыт на стоять. Сейчас, в данный момент, там газа нет на это стоять. Понятно? Это пломба. Пломба опломбирована, да. Стояка опломбирована. В вашем учреждении? В нашем учреждении, но в другой службе. Хорошо, скажите, пожалуйста, ну, вопрос это для, чтобы вы понимали. Скажите, как определяется по стояку утечка заново? Приборным методом. Каким? Как? Манометром. Ну, как? Ну, вот, вот, скажите, вот, ситуация. Приборным методом подсоединяется на любой опуск прибора. Качается. Опуск, что значит? Опуск. Подводка прибор. Прибор. То бишь, колонки. Да, да, да. Колонки или там любому прибору. Прессовываются газом. Прессовываются воздухом. Смотрятся по манометру. Если падение давления идет, значит, печка. Вот, а я обращаю внимание на то, что ни в одну квартиру работники Горгаза не заходили. Если бы они заходили, вопросов нет. Сейчас бы не стоял вопрос о том, что это чисто... Я понял, вы говорите, другая служба. У вас много служб? Конечно. Как всегда это служба, которая непосредственно приезжала? Диспетчер сказала людям, объясняла. С утра звоните 503-73. Все вопросы в эту службу. А вы дежурите как суточная или до какого-то определенного времени? Я аварийно-диспетчерская служба. У нас совершенно отдельная работа. Мы устраняем утечки газа. Службы по обслуживанию эксплуатации совершенно другие службы. И обслуживание дымовых сетей. Совершенно другие службы. Так устраните здесь утечку. Где вопрос? В ночное время? Нет. Такие работы не выполняют. Я говорю только, что в соседнем подъезде устраняли в ночное время. Устраняли там. По-моему, утечка может быть где-то по стояку. На месте. Они на месте устранили. Локализовали. Локализовали. Кто там? Локализовали все. Здесь вопросов нет. Они выполнили то, что от них появилось. То, что от нас требовалось, мы выполнили. А то, что там другая служба проводила работу, я не вправе отвечать за нее. Там другое руководство, другие... Да, там начальник службы другой, там все другое. Я как бы, поймите меня правильно, я выполнял свою работу. Не, ну мы разобрались, уточнили как бы... Да, да. Я не против, я ответил на ваши вопросы, пожалуйста. Все. Мы в принципе... Просто понимаете, блокируют машину, когда может поступить много заявок, Одна машина может не справиться с этим, и нам приходится стоять здесь, что люди не подвергать опасности. У кого-то может взорваться... Извините меня, когда приходит человек... Ну это уже разбирается, пусть... Подождите, вы говорите, пусть разбирается. Когда человек приходит, уставшись с работы, ему надо покормить детей, покупать их... Я прекрасно все понимаю. Вы все понимаете. Вот поэтому давайте мы будем разговаривать человеческим языком, а не это... Я вам же сказал сразу, я не касаюсь этого. Извините, в данный момент к вам мы претензий не имеем. Спасибо. Все. Я тоже к вам не имею претензий. Все. Извините, больше... Потому что вы заблокировали нашу работу. Мы ждали зафиксировать факт работниками милиции. Я сейчас вас опрошу по данному поводу. Вы объяснили, все. Мы к вам претензий не имеем, и мы вас не задерживаем. Хорошо. Все. Мы это сходили... А завтра снова нам никто газ не включит. Завтра будем... Завтра мы на работе. Девочки, дорогие мои, в правилах написано, пуск газа производится только в световой день. Поймите, такие работы не производятся ночью. Вы можете меня пустить в газ. Девчата, эти еще люди сидят. Завтра люди сидят на работу. Так никто не сидит, чем никто не хочет. Так вот вы, девчата, завтра, завтра, пошите со мной вас. Идите утром, езжайте на работу, отпрашивайтесь, приезжайте в Горгасске и будем решать там вопрос. А как?